Костякин и Химиков составляли заводчане-любители. Команду усилили тремя профессионалами. В составе ветеранов, профессиональные игроки и три управленца с Игорем Ларионовым в главе. Нарушения в этой игре карались исключительно штрафными бросками. К слову, удалений в этом матче не было. Команды шли вровень. Матч получился зрелищным. На экваторе второго периода счет на дабло был 2-2. К перерыву команда еще по разу обменялись шайбами. В заключительной 20-ти минутку по зрелищности и количеству моментов произошла предыдущая игровая отрезка. Расходиться миром, несмотря на товарищеский характер встречи, команды явно не собирались. И на старте игрового периода юные химики вырвались вперед, ветераны сравняли. К середине периода юные химики вели сдаваться так просто, ветераны не собирались. Одним из украшений матча стал штрафной Рафаэль Бекмулина. А спустя пару минут болельщиков-ветеранов порадовал и проход Максима Березина, завершившийся забитой шайбой. Очень приятно, хороший по матчу. Дружеская обстановка, самое главное. А что главнее победителей просто сыграть? Ну, знаете, я думаю, что главное, что все собрались, что все любят хоккей, вот самое главное. В концовке матча ветераны взяли инициативу в свои руки и стали отыгрываться. За оставшиеся пять минут они не довели счет до семи и с минимальной разницей одержали победу. Несмотря на счет, проигравших не было. Медали хоккеистам вручал почетный гость матча ветеран войны и Владей Заборников. Главный трофей, переходящий кубок, достался ветеранам. Спасибо, что позвали. Очень хорошо было играть с такими бывшими звездами, как сказать. Молодцы, хорошая организация. Охот, чтобы немало раз так еще раз звали. Я играл на команду. Спасибо команде. А сами часто на лед выходите? Ну, мы стараемся, да, регулярно, как позволяют возможности. Выходишь на лед, постараешь повторить то, что делают ребята из первой команды на льду. Но, конечно, получается не все. Но сегодня вы видите, ребята молодцы. И Максим Березин, и Павел Куликов, Ярослав Ольшевский, Арфаэль Бекмулин, Игорь Угольников, Белалов. Подъехали, чтобы вместе с нами поиграть. В общем-то, эта идея была просьба у наших заводчан. Игрой обеих команд доволен. Веселое настроение у всех. Такой праздник создали, так сказать, сами себе и людям. То есть, Жигав Святихим провел такой матч. Я считаю, что очень хорошо почаще провести такие матчи. Тем более, приуроченный такому великому празднику, как Дню Победы, отдать дань и память ветеранам. То есть, мы о них не забываем и всегда помним. Такие матчи станут регулярными. А главное, что они будут напоминать молодому поколению о том, каким трудом ковалась победа и о тех, благодаря кому мы имеем чистое и мирное небо над головой. Кирилл Давкаев, Максим Липин. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин